МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день на канале СТВ. Начинают корреспонденты службы новостей. В студии Юрий Таболин. Здравствуйте. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания. По итогам первого дня отмечается явка по всем открытым накануне участкам. Среди избирателей, реализовавших свое право заблаговременно, представители разных слоев населения, от студентов до пенсионеров. Напомню, участки по всей стране работают с 10 до 14 часов и с 16 до 19. По 10 сентября включительно. Проголосовать досрочно могут граждане, у которых не получится прийти на участок 11 сентября. Избирателю при себе необходимо иметь паспорт или документ, его заменяющий. У каждого сегодня какие-то семейные обстоятельства, какие-то возникают нюансы, какие-то проблемы. Поэтому вот эти 5 дней досрочного голосования для того и дается, для того, чтобы люди могли прийти и проголосовать. У нас проголосовало 20 избирателей. Для нашего участка, который по численности 715 избирателей, я думаю, где-то около 3% это хороший показатель. Предвыборная кампания в одном зале. В Минске открылась выставка, полезная всем кандидатам в депутаты. В Музее современной белорусской государственности представлены плакаты, которые приглашали на местные, парламентские и президентские выборы, начиная с 70-х годов и до современности. Завершает экспозицию постер, анонсирующий нынешние выборы депутатов Палаты представителей. Также среди экспонатов образцы удостоверений парламентариев и даже урны, которые были задействованы во время голосований. Раньше люди немножечко меньше знали о процессе того, как проходят выборы, поэтому нужно было их привлечь. Здесь вы можете увидеть предвыборные плакаты еще белорусской советской социалистической республики. Их отличительная особенность это яркая картинка, которая призывает, обращает внимание. А вот уже Мозунг должен был смотивировать гражданина поучаствовать в жизни страны, принять участие в выборах. А у нас в поселке Газ. Еще один населенный пункт Беларуси с этого дня с голубым топливом. Его провели в агрогородок Борздовка Аршанского района. Причем проделать масштабную работу удалось в рекордно короткие сроки. Газ пришел сюда не за 4, а всего за 1 месяц. Так быстро удалось это сделать только потому, что, во-первых, мы этот объект строили хозспособом, то есть собственными силами, с привлечением всех наших филиалов. И за счет этого удалось нам сэкономить порядка 4 миллиардов еще нединаминированных рублей. И к событиям в мире. Въезд англичан в государство ЕС может стать платным. В будущем году в Единой Европе начнет действовать система учета и авторизации путешественников. Все обладатели паспортов, выданных вне ЕС, должны платить за регистрацию в этой системе. Например, в Штатах, где формируется подобная база данных, включение в нее приезжего стоит 14 долларов. В Европе эта сумма будет вряд ли меньше. Платить англичане за континентальные визиты станут наравне с другими иностранцами. Будь это известно раньше, возможно бы и Брексит провалился без голосования на референдуме. Жертвами наводнений в Северной Корее стали 60 человек. Еще 25 числятся пропавшими без вести. Как сообщается, разрушены плотины, дороги более 30 заводов. А также уничтожен урожай на более чем 7 тысячах полей. Сильные наводнения имели место по всей Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Жертвы и разрушения фиксировались от Японии до Индии. Не избежала печальной участи и Северная Корея. С водной стихией учатся совладать белорусские десантники. Один из сложнейших элементов подготовки – спуск на воду. Голубые береты покидают борт воздушного судна на высоте 800 метров. К прыжкам допускаются только военнослужащие, успешно прошедшие специальный курс тренингов. Повышенное внимание на занятиях уделяется вопросам безопасности. И напоследок о том, как полька белорусская едва не заставила танцевать всю Красную площадь. Фрагмент из белорусского шлягера в исполнении оркестра вооруженных сил нашей страны вызвал бурные овации зрителей, которые собрались на международный фестиваль «Спасская башня». Своеобразный парад военных оркестров считается крупнейшим в мире. Белорусские военные не только с настроением исполнили композицию, но и сами бросились в пляс. На этом выпуск завершённый. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите также на наш сайт ctv.by. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра. Субтитры создавал DimaTorzok